По правилам дорожного движения, перед тем, как переходить дорогу, нужно посмотреть сначала налево, потом направо. А при подходе к жилым домам нужно водить, видимо, новое. Перед тем, как зайти в подъезд, посмотри наверх. Сосульки на улице Скоморошинской спускаются с крыши до четвертого этажа. Они свисают с козырьков и балконов, даже с проводов. Ходить под крышами домов специально не захочешь. А при подходе к подъездам люди лишний раз поднимают голову. На всякий случай. Страшно, потому что может упасть на голову. Сейчас тоже идешь, смотришь, сосульки висят над козырьком. Очень страшно. Я не знаю, чем дешевле. Платить за травму человека или убьет, или нанять с этого вышку и сбить сосульки. Родители на прогулке с детьми просят их играть подальше от домов. К тому же появились и новые правила безопасности. Говорю, чтобы крышам близко не подходило. А так сосульки она любит. Говорю ей, чтобы не подходило близко. Снег и сосульки падают постоянно, говорят местные жители. Тем более, с повышением температуры случаи такие участились. Мусор выносить. Вышел, как говорится, 3 метра от козырька отошел, глыба упала. Глыба льда. Это не сосулька была, а глыба льда. Страшная глыба льда. Я говорю, хорошо, говорю, отошел вовремя. Местные жители рассказали, что не раз обращались в ЖЭО, только толку нет. Хоть сам взбивай, вот они, прямо за окном. Только руку протяни. Тем временем, исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Карабасов поручил усилить контрольные мероприятия за работами по удалению льда с крови льдомов. Оно и понятно, когда за одну неделю выявляют больше 500 нарушений правил благоустройства города в части содержания территории в зимний период. В настоящий момент нарушения устраняют. Вопрос только в том, когда сосульки собьют, и они перестанут угрожать людям. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.